Вот такой вот фокус, одним словом. Ну, надо сказать, что фокусы — это наша профессия, профессия телевизионщиков. В общем-то, об этом сняли и сюжет наши корреспонденты. Они узнали, как же происходят магические действия. Конечно, пообщались они не с Гарри Поттером, а с самыми настоящими мастерами своего искусства. Давайте, собственно, поинтересуемся, как это происходит через сюжет. Загадочные и таинственные. Фокусы всегда были интересны зрителю. И если одни относятся к ним скептически, то у других волшебные трюки и искусно подготовленные номера всегда вызывают бурю эмоций. Шляпа, голуби, колода карт — это всего лишь небольшой список атрибутов фокусника, человека, который дарит невероятные эмоции и радость людям при помощи своего необычного мастерства. И прямо сейчас я предлагаю вам окунуться в прекрасный мир магии. Многие иллюзионисты посвящают своему мастерству даже не года, а десятки лет. Существует несколько жанров, один из которых называется микромагия. Это фокусы с картами, монетами и другим мелким реквизитом. И не важно, 10 тебе или 50, окунуться в мир иллюзий хотят люди разных возрастов. Но постичь это мастерство невозможно без выдержки, сосредоточенности и юмора. И мы хватаем большой палец левой рукой. И главное, уверенно, уверенно для всех делаем самый тяжелый фокус. Теперь мы отрываем большой палец. Нужно еще поднуть. Вот, да, и теперь отрываем. О, отлично, отлично. Смотрите, лето, жара, поэтому пальчик проветриваем и возвращаем обратно. Работать не за деньги, а работать для людей. Таков девиз Александра Малабенского. От общения с людьми он получает столько драйва и искренних эмоций, что уже не мыслит своей жизни без зрительской отдачи. Я понял то, что мне нравится давать эмоции людям. Даже смысл не в фокусах, а в том, чтобы люди улыбались, смеялись, как-то получали эмоции. Вот я понял, в этом кайф какой-то. У каждого фокусника есть свой стиль. Поэтому даже к самым мелким деталям и элементам представления иллюзионисты готовятся тщательно, придумывая свой подход и оригинальную подачу. Есть клеомерский директор, которому я оплачу процент со своего дохода. Смотрите, я вот так вот появлю этот процент у вас. Не бойтесь, это не ваши 5 рублей. И мы ему сейчас заплатим. Смотрите. Боря, забирай. Настоящий фокусник, человек, который не просто может похвастаться ловкостью рук, это универсальный артист, готовый работать в самых разных жанрах. Фокусник — это все жанры. Это, наверное, и режиссеры, и актер, и просто вот все, не знаю, и музыкант. Потому что ты все равно должен подобрать ему... Можно, конечно, простить работу, нанять режиссера, который все это сделает, но... А где уникальность тогда? Уникальность прежде всего в чуде. И пока интерес к нему не угас, этот жанр всегда будет привлекать тех, кому так хочется разбавить будни сказкой. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Александр Кононов, Максим Турчев.